Всем привет-привет! Сейчас Инстаграм повестит о том, что я в прямом эфире и будем с вами стартовать. Сегодня поговорим про оформление профиля в Инстаграм, поговорим про базовые вещи, а для начала познакомимся. Всем еще раз привет! Меня зовут Елена Бойко, я онлайн-предприниматель, и я терапевт твоих социальных сетей. Вместе со мной ты пройдешь не только терапию социальными сетями, но и создашь свой личный бренд и начнешь получать входящий в бизнес. Поэтому оставайся и слушай внимательно, что же для этого нужно. Еще год назад я абсолютно не понимала, что нужно делать такого в Инстаграм, чтобы начать получать входящий в бизнес. Привет-привет! И всем, кто присоединяется, и всем всегда говорю, ребят, спуститесь на год назад, где-то в январь 2019 года, посмотрите, какой была я, какой был аккаунт и тому подобное. Привет, Алена, привет! И все это лечится, да, то есть я говорю, что это все лечится. Главное, нужно понимать, для чего тебе Инстаграм, какова цель ведения твоего блога в Инстаграм. Поэтому все это возможно настроить, решить, да, то есть получить знания, получить навыки, получить опыт, прокачать свои внутренние сильные стороны. Главное желать, главное хотеть, и главное понимать, для чего тебе это нужно. Вот это самый важный вопрос, когда ты на него отвечаешь, для чего тебе нужен Инстаграм. То есть если просто поразвлекаться, окей, без вопросов, да, как говорится, лепить удачу хочешь. Абсолютно, то есть какие хочешь картинки, ну, в общем-то, все, что тебе, как говорится, гораздо, да, потому что когда это наши личные, нас смотрят только наши друзья, и это никак не привет-привет, кто присоединяется, и это никак не приравнивается к ведению бизнеса, да, к ведению блога и тому подобное. Поэтому если это ваш личный аккаунт, лепите туда, что хотите, как говорится. Если же для вас Инстаграм-аккаунт – это ваша площадка, на которой вы продвигаетесь, на которой вы рассказываете о себе, на которой вы транслируете свои ценности, привет-привет. Если вы, ну, на этой площадке делитесь каким-то своим ценным и полезным контентом, да, то есть через ваш профиль в Инстаграм, то здесь уже важно учитывать определенные правила и законы Инстаграм. Да, Инстаграм живет по своим правилам, которые он меняет какие-то чаще, какие-то реже, и это нужно понимать, и нужно в этой теме вариться. Причем, знаете, когда проходишь определенного рода какое-то обучение, ну, например, мы проходили обучение по хэштегам, и вот для нас, как для сетевых предпринимателей, они даже вот те ребята, которые проводили, они даже толком ничего не могли сказать, потому что есть какие-то общепринятые принципы, а уже будет ли это работать, да. Привет, немножечко привет для сетевого предпринимателя. Это нужно тестить, это нужно смотреть, да, то есть привет-привет, девчонки, кто присоединяется. Это нужно тестить, это нужно смотреть, это нужно проверять только своим собственным личным опытом, но при этом в этом нужно врубаться, в этом нужно шарить. Привет, Машуль, привет, рада тебя видеть, прошу прощения за сленг, но по-другому никак не получилось выразиться. Так вот, если, я немножко повторюсь, да, то есть если, как говорится, срезюмируем первый блог, если ваш инстаграм-аккаунт у вас для личной жизни, и вы просто показываете своим друзьям какие-то частички вашей жизни, чтобы они про вас не забыли и помнили всегда, привет, привет всем, кто присоединяется, то тогда, окей, лепите туда, что хотите. Если же это у вас бизнес-аккаунт, да, и вы через это транслируете свой бизнес-идеи, свои ценности, свое, ну, в общем, то любимое дело, которым вы занимаетесь, здесь должны, не должны, тут есть определенные правила, которые нужно знать. Итак, первое правило, которое необходимо учитывать и знать, это имя, да, то есть имя, которое у нас, ну, наш логин, скажем так, да, логин, который мы пишем на английском языке. Так вот, этот логин должен быть таким, когда мы его произносим слух, его должен повторить на слух ребенок, не просто, да, повторить, а ребенок должен его набрать в инстаграм, да, как бы, вот тогда это будет говорить о том, что вас легко найти, да, потому, ну, как бы, вот какие-то длинные, сложные, с подчеркиваниями нижними, с точками, с запятыми, с цифрами, то есть, ну, это очень-очень сложно для слуха и для воспроизведения, да, то есть, ну, у меня очень легкие, я считаю, что у меня очень легкие, еленка.бойка, то есть, понятно, да, то есть, как это прописать, то есть, как это я могу английскими даже просто на слух воспроизвести. То же самое и у вас должно быть, проверьте. При этом, когда вы поменяли, да, то есть, или написали себе, придумали себе имя аккаунта, нужно проверить, насколько оно в поисковике быстренько находится, да, какой ты первый или двадцать первый. Но об этом подробнее я буду рассказывать на своем мастер-классе, который пройдет уже в этот четверг. У меня есть отдельный чат по мастер-классам в шапке моего профиля. Вы можете туда перейти и посмотреть, какие мастер-классы будут проходить в май каждый четверг. Двигаемся дальше с вами. Это аватарка. Аватарка должна быть крупным планом, скажем так. То есть, лицо крупным планом. Потому что, если на аватарке будет, ну, например, в полный рост, да, там неважно, мужчина, женщина в полный рост, то когда мы видим это в маленьком, да, в таком маленьком, малюсеньком, крохотулечном кружочке, то это получается просто как стоящий столб или какая-то палка, которая вообще, то есть, бесформенно ее не видно, и вообще непонятно, что это. То ли там человек, то ли там что-то и пытались изобразить. Поэтому, либо, допустим, это должно быть какое-то яркое пятно, да, то есть, ну, вот что-то такое яркое, то есть, там, не знаю, как-то, там, ну, там, или держим голову, да, как-то, или лежим как-то, ну, вот, и любимые цвета у аватарки – это зеленый, синий, красный, желтый, то есть, тут яркие такие вот, яркие пятна. То есть, например, если вы блондинка, то вы одеваете красные губы и какую-то красную одежду, да, к примеру сейчас, да, говорю, и вот в таком образе фотографируетесь и делаете себе яркую аватарочку, да. То есть, какие-то яркие акценты внутри должны быть аватарки. Либо же, допустим, это может быть яркий фон, какой-то яркий, яркий, сочный фон. Сейчас есть много приложений, которые могут просто даже фон поменять, не обязательно, там, на какую-то суперпрофессиональную фотосессию идти. Вот, в любой там, какая вам нравится фотография, сделали яркий фон, попробовали, примерили. И одно из условий таких вот аватарки, когда вы только начинаете развивать свой личный бренд, когда вы хотите, чтобы вас начали узнавать, да, по имени и фамилии, то есть, кто вы, что вы. Аватарку мы устанавливаем и не меняем ее, ну, месяца 3-4, там, до 6 месяцев не меняем. И во всех социальных сетях, во всех мессенджерах одна и та же фотография. Поверьте мне, это работает. Я сама проходила этот путь. Вот, когда у меня везде, там, и в скайпе, и в почте, и в телеграме, то есть, везде, везде, везде у меня была одна и та же аватарка. Вот, для чего это делается? Опять же, расскажу на мастер-классе, который пройдет уже в этот четверг в 10.00 по Москве. Обычно у меня проходят мастер-классы. Вот, двигаемся дальше, да, то есть, если мы с вами, ну, не если, а мы с вами уже оформили красивые... Если, походу, у кого-то возникают вопросы, девчонки, вы пишите, я буду отвечать. Сделали с вами логин, да, дальше мы сделали красивую аватарочку, да, оформили для себя красивую аватарочку для своего аккаунта, чтобы вас узнавали в лицо. И следующий момент – это ваша шапка профиля, да, как ее называют. Я иногда у себя, иногда, 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 я иногда у себя, ее называют короной моего профиля, то есть, ну, так мне иногда хочется, да. Либо же это можно назвать уникальным торговым предложением, да, но это должно быть настолько продуманное, качественное, да, торговое предложение, ваша шапка профиля, и вы всегда, когда напишите шапку профиля, прописываете шапку профиля, то встаем, да, знаете, как это, трансформацию делаем, встаем на место вашей целевой аудитории, целевая аудитория – это вообще отдельная тема, по ней будет на следующей неделе мастер-класс, встаете на место своей целевой аудитории, да, то есть вы вот тот вот человечек, который вас читает, и задаете сами себе вопрос, моей целевой аудитории, моему аватару понятно то, что я хочу сказать или нет? Вот, то есть, там, иногда пишут, там, мамочка троих детей научилась зарабатывать в декрете, там, ну и чё? Ну, мне вот, мне от этого что? То есть, что мне от этого? Ну, молодец, я поздравляю, я рада, что ты, там, мамочка троих детей, я вообще поздравляю, что ты научилась зарабатывать в интернете, рада за тебя. Мне-то что от этого? Почему я должна остаться на твоей страничке? Почему я должна тебя читать? Почему я должна тебя листать? И почему я должна, там, подписаться на тебя, сделать какие-то действия, там, да, на твоём аккаунте? То есть, вот эти все… Привет, Валечка, привет! Вот эти все моменты и все нюансы нужно учитывать, и нужно знать про свою целевую аудиторию. Опять же, то есть, про конструктор уникального торгового предложения поговорим на мастер-классе, да, то есть, как сделать так, чтобы у вас было как можно больше вариантов, да, вот, уникального торгового предложения, либо шапки профиля. Про конструктор буду на мастер-классе. Единственное, вот, вы для себя должны понимать, кто вы, что вы, чем вы занимаетесь, и чем вы можете быть полезны человеку. Милая, это не только у тебя, коллеги, там всего 150 знаков, в этом-то и заключается эксклюзивность, что ты должна своё предложение вкусное уместить в 150 знаков. Да, там мало знаков, ну, можно, то есть, постараться можно, вот, и не стесняйтесь, не стесняйтесь менять свой заголовок, да, то есть, вот эту вот шапку профиля, не, прям тренируйтесь, да, то есть, вот вы сегодня написали одну шапку профиля, оставили её там на сутки, на двое, ага, смотрите, есть отклик? Нету. Добавляются люди, не добавляются, лайкают, не лайкают, проявляют интерес к страничке, не проявляют интерес к страничке, там, в директ пишут или не пишут. Ага, то есть, если действий нету, привет, привет, кто присоединяется, присоединяется, если действий относительно странички нету, бумс, меняем шапку профиля, опять перекувырнули, там, что-то поменяли, что-то изменили, какую-то там, может быть, эмодзу добавили, там, эмоцию, например, свою добавили какую-то, или там, по-другому перефразировали, чем вы можете быть полезны человеку, то есть, раз-раз-раз переиграли шапку профиля, опять её затестили, да, то есть, поставили её вот в тестовый режим на сутки и смотрим отклик, да, то есть, почему мы говорим в самом начале, что каждый аккаунт должен быть переведён на бизнес-аккаунт, потому что там мы видим статистику, мы заходим, смотрим, сколько кликов было по такой кнопочке, сколько кликов было по такой кнопочке, то есть, девчонки, мальчишки, это бизнес, если мы выходим в Инстаграм, если мы хотим развивать бизнес, получать входящие, да, так мы и относимся к этому как бизнесу, мы анализируем статистику, то есть, я всегда веду статистику, у меня есть цифры, то есть, как я начинала с какими цифрами Инстаграм, как у меня увеличивались охваты, потому что для меня это бизнес, да, потому что мне важно увеличивать, да, то есть, охваты и начать получать входящие, да, как это, как это, там, я хочу к тебе в бизнес, да, вот у меня на выходных прям, у меня девчонки присылали мне такие сообщения, и когда ты вот так относишься, да, ну, ясное дело, люди будут видеть, что человек серьёзен, да, в своих намерениях, и, значит, к этому человеку можно доверять, и, значит, к нему можно обратиться по какому-то вопросу, а я не умею, ну, Мил, приходи на мастер-класс, мы всё разберём, в четверг будет в 10 утра по Москве мастер-класс, вот, мы всё это разберём, посмотрим, где смотреть статистику, сейчас прям себе помечу, чтобы мне это не упустить этот момент, чтобы рассказать, посмотреть, где проверить аккаунт, переведён на бизнес или нет, и такие вот маленькие нюансики, да, что пароль в Инстаграм мы должны менять каждые две недели, особенно в нашей нынешней ситуации, когда очень много людей, да, и сейчас есть очень много мошенников, да, которые орудуют в Инстаграм, то есть каждые две недели мы меняем пароль в Инстаграм, каждые две недели мы проверяем, привязан ли у нас аккаунт к Фейсбуку, потому что если вас заблокируют по каким-либо причинам, и вы не помните своего пароля, там, или вы, там, не проверили привязку к Фейсбуку, вот, есть просто возможность, что вы потеряете свой аккаунт Инстаграм навсегда, поэтому мы всё в наших руках, мы сами можем обезопасить, да, себя, и вот, как бы, вот эти маленькие нюансы учитывать, знать и пользоваться ими, вот, поэтому, поэтому подытожим, да, то есть такие вот моменты, завтра я проведу прямой эфир по визуальному оформлению, фото-контент, видео-контент, да, то есть дам инструменты, какими можно пользоваться сейчас в домашних условиях, да, то есть что можно делать, а сейчас проговорим, то есть про такие вот основные моменты, Поляся, иди, занимайся своими делами, вот, то есть про имя, имя, которое, наш логин, да, легко, легко произносится, легко пишется, что его можно, возможно, повторить даже ребёнку, следующий момент, аватарка, аватарка, хорошо просматриваемое лицо, то мы работаем лицом, не ногой, не пяткой левой, да, то есть не ухом, не носом, а лицом, ваше лицо должно быть хорошо быть видно и просматриваемое, и важный, очень важный момент, и ему всегда, ну, как бы не то, чтобы не очень уделять внимание, а просто многие недопонимают, как это вот правильно и вкусно прописать, да, то есть это шапка профиля, почему ещё ошибки, ошибки и сложности в написании шапки профиля могут быть, не знание целевой аудитории, и вообще, то есть многие, ну, это тема отдельного эфира, но как бы это как бы всё так оно соприкасается, многие говорят, то есть я не знаю, про что мне говорить на прямом эфире, я не знаю, про что мне написать пост, и я не знаю, про что мне вот выйти и сказать в сториз, сториз это вообще отдельная история, то есть понимаете, вот на сегодняшний день сториз рулят больше, чем посты, если вы не умеете делать завлекающие, притягательные, вкусные сториз, то это большой минус и большой провал, потому что вот эти картинки, просто какие-то картинки в сториз, они не работают, да, то есть должны быть такие живые сториз, как, знаете, снимаешь, снимаешь видео, потом хлоп, ты исчез, раз и ты появляешься в другом наряде, да, то есть там, или и вот такие вот динамичные сториз должны быть, это привлекает внимание людей, тем более людей сейчас много в интернете, и они привередливые, и они уже будут сидеть и выбираться, вот к этому пойду, вот к этому не пойду, это вот интересно, это неинтересно, вот такие вот ковырялочки ещё есть сейчас, поэтому это учитывайте, и вот именно сложность написания уникального торгового предложения и шапки профиля заключается в том, что вы не знаете свою целевую аудиторию, как только прописана целевая аудитория, написан аватар целевой аудитории, ну, вот тогда всё складывается как по маслу, привет, привет, кто присоединяется, вот тогда всё вот прям вот как кирпичик за кирпичиком складывается, да, то есть вот у нас есть фундамент, фундамент – это наше имя, это наша аватарка, и мы понимаем для чего, то есть цель, мы понимаем для чего нам наш инстаграм-аккаунт, вот как вот этот фундамент готов, сразу начинаем прописывать целевую аудиторию, про целевую аудиторию мы тоже будем в этом месяце говорить, как говорится, следите за расписанием, вот целевую аудиторию прописали, аватара знаем, и уже вот вообще отпадают вопросы, про что говорить, как говорить, кому говорить, а ещё если вы ещё воспользуетесь конструктором контент-плана, так вообще ещё контент-план составите себе на полгода вперёд, и супер будет, да, вот я сегодня села, составила себе контент-план на месяц по постам, контент-план по прямым эфирам, причём я планирую сейчас прямые эфиры выходить утром по Хабаровску и вечером по Хабаровску, и они у меня на разную тематику, то есть я как бы вот 60 тем, да, грубо говоря, продумала для прямых эфиров, потому что у меня есть конструктор, потому что я знаю свою целевую аудиторию, и у меня заняло это, ну сколько, наверное, около 40 минут времени, всё, я себя обеспечила работой, как говорится, на месяц, что делать, знаю, про что говорить знаю, кому говорить знаю, вот, поэтому и у вас у каждого тоже такая возможность появляется, заходите в шапку профиля, привет, привет всем, кто присоединится, заходите в шапку профиля, там всё подробно расписано вообще, чем я могу быть для вас полезна, какие у меня есть каналы, какие у меня есть, спасибо, милочка, спасибо, дорогая, какие у меня есть каналы, какие у меня есть чаты, какие у меня есть отдельный чат-мастер-классы, вот, марафон у нас проходит, леди совершенства, вот мы его 8 мая финалим, а 20 у нас уже второй поток запускается у девчонок, вот, поэтому очень много, привет, Фотя, привет, очень много полезной информации, и я не стесняюсь об этом говорить, потому что мне про это пишут, мне про это дают обратную связь, вот, поэтому, как говорится, кому более подробно нужно разобраться вот со всем вот этим хозяйством, про которое я говорила, то переходим в шапку профиля и добавляемся в чат-мастер-классы, вот, там мы будем, буду уже говорить более подробно, более вкусно, и всяких фишечек вам ещё надаю, которыми можете пользоваться и использовать в работе, ну, и, конечно же, расскажу, то есть, про инструменты, ресурсы, которыми пользуюсь сами, которыми пользуюсь сама для того, чтобы быть всегда в теме, в тренде, я всегда говорю, Инстаграм – это живой механизм, живой организм, если ты где-то про него что-то упустил, вот, и не находишься вот, ну, вот, постоянно, да, то есть в этом, то считай, что ты вообще потерял уже месяца два или три, а в Инстаграм, если ты два дня не выкладываешь пост, да, то есть не проявляешь активность, пост, всё, ты считай, что делай работу заново, вот, ну, а ещё же, ну, многие, то есть не то, чтобы там пост, они ещё и детокс в сторисах устраивают, детокс в прямых эфирах, ну, то есть, понимаете, детокс не проводят, да, не выходят в сторисы, не выходят в прямые эфиры, то есть вообще тишина полная на аккаунте, да, а когда полная тишина на аккаунте, то что происходит? Происходит то, что Инстаграм вас перестаёт показывать даже вашим друзьям, которые, казалось бы, вот, у меня сколько девчонок таких есть, смотрю, перестали, Инстаграм перестал в ленте показывать в рекомендованных, да, то есть даже моих самых близких, ага, думаю, так, ну-ка зайду-ка к ней на аккаунт, когда последний раз был пост, блин, смотришь, дня три-четыре назад был пост, всё, Инстаграм перестаёт показывать, вот, поэтому я ещё раз вот повторюсь, вот первое, перво-наперво, цель, для чего вам Инстаграм? Инстаграм, цель, привет, Людочка, привет, рада видеть, для чего вам Инстаграм? Если нужен бизнес, нужны входящие в бизнес, хотите развития, то тогда будьте любезны, ставьте себе задачу, что я буду делать ежедневные действия, я буду обучаться, я буду потреблять контент, я буду делать то-то, то-то, то-то и то-то, да, то есть, как я всегда показываю трекер, да, то есть, вот он мой трекер, вот, вот это у меня мой бизнес, вот если я вот эти действия делаю, у меня всё окей, если я чего-то не делаю, то, как говорится, начинаются трендулики, сторис можешь научить делать меня. Я по сторису у меня на моём Телеграм-канале, который Еленка Бойко про личный бренд, вот, Телеграм-чат, там есть видео, я высылала, делала, записывала видео по базовым возможностям, базовой возможности в сторис, то есть, то, что оно даёт там гифки, отметки, всякие, как этот эффект, эффект дымки накладывать, ну, то есть, такие всякие фишечки показывала, то, что можно делать внутри самого Инстаграма, то есть, как коллажи можно там это всё сделать, и есть такое видео у меня в Телеграм-чате, и сейчас я готовлю видео оформить, именно как я из, там, двух-трёх приложений делаю видосик, да, то есть, какой-нибудь красивый, то есть, наложение музыки, чтобы на текст была музыка, чтобы вот сейчас мы с Полиной даже распаковывали, этот, купили большое киндер-яйцо, сладость ребёнку купили, такое вот это огромное киндер-яйцо, вот, и я делаю с такими вот переходами, да, то есть, чик-чик, то есть, ну, сейчас смонтирую его, посмотрим, потому что монтаж тоже занимает достаточное время. Катюша, привет, привет, дорогая, рада тебя видеть. Вот, поэтому, девочки, мальчики, кому важно, важно именно, Катя, ты ко мне хочешь присоединиться, или это была ошибочка, я тебя с удовольствием сейчас присоединю, вот, кому важно разобраться, вот, вообще, с Инстаграм, кто такой этот зверь, да, нужно начинать с самого начала, с самого нулевого базового уровня, да, про то, что я говорю, с фундамента, и для этого заходим в шапку профиля, в чат мастер-классы и добавляемся, следим за расписанием. Я тебя добавляю, я не знаю, ты хочешь или не хочешь, ну, пришёл запрос. Ну-ка, сейчас посмотрим, посмотрим. Привет, привет! Ну, я тут, видимо, что ты, видишь, проводишь любой эфир, думаю, послушай, о чём вот Алиночка моя болтает, вот, она тут, походу, рассказывает, как она видео делает, интересно, да, ну-ка, поделись, я вот просто хочу ещё, может быть, даже поделиться, рассказать, что там мне там ещё делаешь красиво такое. Что там купила, киндер-сюрприз? Да, мы купили большой киндер-сюрприз, да, засняли видосики, сейчас буду монтировать после, вот, как всегда, мы говорим всём, чёрная дыра это называется, да, или как это? Нет, это называется переход от тёмного. Видишь, я что-то придумала. Ну ладно, у тебя будет чёрная дыра, значит, свою тогда, со своими эффектами. Да-да-да-да-да. Понятно. Рассказывала про видео, мы так, знаешь, пришли плавно к видео, рассказывала про фундамент в Инстаграм, про никнейм, про аватарку, про шапку профиля, и так мы плавно перешли к сторисам, насколько это второе в тренде сегодня. Всё понятно. Ну, я тоже как раз писала недавно, как говорится, свой вот этот вот пост, и я на самом деле тоже, я всегда, почему зашла к тебе в эфир тут поболтать, ну, понимаешь, что на самом деле сейчас вот фундамент там фундаментом, да, а бизнес, он настолько сейчас просто генерируется очень быстро вообще в Инстаграме, что просто нужно успевать за всем. Лена у нас вообще всегда в тренде, она знает все фишки, она знает всё, что сейчас модно, всё, что сейчас заходит, она очень много тестирует, поэтому, вот. Да, я, кстати, как раз тоже, вот почему я купила сейчас недавно по курс по огненным сторисам, потому что я понимаю, что это тренд, и это сейчас Инстаграм опустил. Так что значит опустил? Куда опустил, да? Ладно, не буду тебе мешать, в общем, я так забежала в гости. Я тебя была рада увидеть, Катюша, я говорю, да, когда, в тот момент, когда оживают аватарки. Вот. Когда Инстаграм опустил страничку, то трудно ли её поднять? То есть, ну, опустил, я так понимаю, то есть вопрос именно понизил охваты, да, то есть вот из-за долгих непоказов. Вот где-то примерно, ну, неделю-полторы нужно будет потрудиться, но опять же, то есть каким образом мы трудимся, да, для того, чтобы поднять охваты, для того, чтобы Инстаграм снова тебя увидел. То есть это пост каждый день, это эфир, причём в эфир выйти утром и вечером желательно, да, чтобы поднять охваты и выходить в одно и то же время. Вот. У меня это вот ещё вот это вот недисциплинированный этот момент, прям выходить в одно и то же время. Но когда мы выходим в одно и то же время, Инстаграм начинает расценивать нас как телепередачу. Вот. Что я выхожу в одно и то же время, у меня есть зрители, которые от начала до конца находятся на эфире, плюс зрители ещё лайкают, там, сердечки, да, то есть говорят, делятся о том, что у меня интересный прямой эфир, или у вас интересный прямой эфир, да, то есть вот эти вот лайкосики, сердечки, они поднимают охваты. Вот сейчас вы начнёте лайкать и могут, и начнут люди присоединяться к прямому эфиру. Вот. Эфир два раза в день. Сторис, да, то есть интересные сторис, то есть не просто там мы статичную какую-то фотографию с надписью. Ну вот, например, Валь, на твоём примере, да, мы с тобой как бы хорошо знакомы, да, то есть я знаю, чем ты занимаешься, какой у тебя творческий, интересный процесс происходит, и, например, ты можешь даже выходить в прямой эфир, сидишь там даже 10 минут, вяжешь свою какую-то букву, или там вот этот частый коврик, да, там какой, ой, не коврик, а корзинку какую-то ты вяжешь, и рассказываешь, просто поделилась, зачем тебе это надо, а почему ты решила этим заняться, то есть а вот, ну, и вот что-то, какую-то там полезняшку ты можешь людям транслировать, да, то есть в этот момент. Там вот эти твои буквы, да, то есть которые там ты даже в сторис, они у тебя статичные, да, да прилякай ты этой букве глаза в гифке, да, то есть там какие-то есть глазки живые, то есть твоя буква уже ожила и получилась живенькая, да, то есть, ну, как бы так, как бы поиграть, вот, то есть там можно вообще, то есть прикольнее оживлять в сторисах, там можно яйца оживлять, любые фрукты, овощи, то есть когда ты им глазки налепливаешь, ротик нарисовал, и ты уже оживил любую фотографию, да, то есть сделать. Поэтому вот, чтобы потом, после долгого, как говорится, молчания, если ты долго не был, и это касается, то есть вообще любого вида деятельности, которым вы занимаетесь, да, у меня, конечно, больше, ну, как бы сетевое направление, да, у меня сетевой бизнес, но алгоритмы Инстаграма, они для всех одинаковы, хоть для традиционного предпринимателя, для, Светочка, привет, привет, Киля, привет, для традиционного предпринимателя, для фрилансеров, да, то есть кто сами на себя работает, то есть это не важно, то есть Инстаграм, алгоритмы у него для всех едины, вот, и если вот, ну, так получилось, всякое бывает, неделю у вас не было там в эфирах, то вот следующий, то есть этап, причем каждый день, то есть по сторис прямой эфир, по сторис прямой эфир, в сторисах запускать какой-то интерактив, да, то есть что значит интерактив, да, нет, да, то есть вопросы вот этим, наклейком вот лепим вопросы, там, конечно, много сейчас, господи, как их называется там, ну, всяких непонятных людей, вот боты, боты пишут, да, я же не собираюсь оживлять буквы, ну, да, 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 то есть, ну, а ты можешь, вот, помню, у тебя вчера, да, буква А у тебя была там, что ты ножки-то ей там прикрепляла, то есть ты в сторис, вот у тебя фотография глазки налепила, она у тебя уже в сторис будет живая, вот, и получается, что когда, ой, сбилась с мысли, вот, сбилась с мысли, по поводу, а, про эти наклейки, вопросы задавать, да, то есть, ну, там уже смотрите, отсортировывайте, где живые люди, а где боты, вы поймёте, то есть, ну, как бы, как по тем ответам, которые будут писать, то есть интерактивить в сторисах, интерактивить, вот, про боты, Мил, что про боты, скажи, ну, что-то рассказать про боты, вот, ну, и опять же тоже, смотрите, важный ещё такой момент в аккаунте, да, то есть, ну, это как бы такие прописные истины, да, скажем так, я очень часто, ну, вот раз в неделю, вот буквально сегодня я уже, ну, как бы этим вот занималась, чищу своих подписчиков, то есть тех людей, которые на меня подписаны, и, а, напоминаешь, всё, да, да, я закончила про боты, я рассказала, да, что, ну, вот, их просто отсеивать, не отвечать на их вопросы, но, опять же, это, там много, как бы, есть, которые нормальные люди, вот, или уже обновлённая будет, кто обновлённая будет, не поняла, вот, и получается, вот, когда мы чистим подписчиков, да, вот, там тоже есть свои вот эти вот боты, так они подписываются, мёртвые аккаунты, которые висяками висят, и они никак не влияют на развитие моего аккаунта, они, наоборот, аккаунт могут вниз уводить, что я имею в виду, вот, например, вот у меня было 7 тысяч подписчиков, там, почти 7 тысяч у меня было, вот, при этом, при этом, у меня почти 7 тысяч подписчиков, и там 52 или 53 лайка было, вот, или уже это обновлённая версия Прайда, не поняла, Валь, вопроса, про чём здесь обновлённая версия Прайда, вот, а в июне ещё старта версия, старая версия Прайда, не знаю, не знаю, ещё не было информации у нас, ну, новой, про новую ещё не было информации, поэтому пока старая, вот, версия, не знаю, вот, Валь, пока вот на эти вопросы не знаю, здравствуй, Оль, здравствуй, здравствуй, вот, и что происходит, то есть, у меня было 7 тысяч подписчиков, при этом 53 лайка, да, было на мой пост, у Инстаграм, как работают алгоритмы, то есть подписчиков много, лайков мало, значит, аккаунт неинтересный, сейчас ещё смотрит, то есть, не то, что там, ну, вот, на лайки, да, то есть, у некоторых лайков сейчас не видно, цена на месяц 20 долларов всего, вот, сейчас 20 долларов, получается, он показывает, что, ага, то есть, здесь вот подписчиков много, лайков мало, комментариев нету, да, то есть, взаимодействия с аккаунтом нету, никакого, значит, он неинтересный, я его показывать не буду, вот так работает алгоритм Инстаграм, как только, и охваты, соответственно, и охваты от этого маленькие, что у поста, что у самого аккаунта, как только я вычистила весь шлак, конечно, это у меня заняло, наверное, где-то недели две, две с половиной, я вычищала в августе месяце, вот, у меня очень повысились охваты, вот, охваты поста, лайки, меня стали видеть мои люди, которые, даже мои друзья знакомые, меня не видели, и сейчас регулярно раз в неделю я захожу и просто удаляю маговым образом подписчиков, которые никак не взаимодействуют с моим аккаунтом, например, это магазины, которые могут подписываться только для того, чтобы вы на них взаимно подписались, это какие-то, это какие-то, как их, там, бутики, там, девочки, которые делают ресницы, ногти, брови, там, эпиляции, депиляции, да, то есть, вот эти вот, там, допустим, барахолка Белгород, то есть, да, на меня подписалась, но я же понимаю, что, ну, как бы они подписались на меня только для того, чтобы я на них подписалась, они мне не нужны в подписчиках, они мне не лайкают, они мне не комментируют, я их сразу бац и удалила, вот, нет, я не работаю в ВК, вот прям, чтобы брать, и как бы вот там целенаправленно работать, в планах себе поставила разобраться, в ВКонтакте, там другая, конечно, целевая аудитория, нужно ее понять, прощупать, вот, и в одноклассниках, я просто что-то могу продублировать в замерках из своего Инстаграм, просто для того, чтобы меня не забыли мои одноклассники, вот, и те люди, которые когда-то были там на меня подписаны, вот целенаправленно, нет, не работает достаточно Инстаграму, потому что у меня Инстаграм, у меня ВКонтакте, ой, господи, ВКонтакте, у меня Телеграм, то есть у меня два Телеграм-чата, то есть, ну, два Телеграм-чата, у меня канал, где я читаю книги, плюс у меня Инстаграм, плюс у меня мой марафон, то есть, ну, у меня достаточно, ну, как бы, моментов, да, где я себя проявляю, и ВКонтакте, или там Одноклассники, это еще дополнительное время, вот, ну, и плюс на Ютубе, то есть, я дублирую те видео, которые вот в прямой эфир, я сейчас вот провела, сохраню, и на Ютубе я продублирую свое видео, через сутки, в Инстаграм можно хорошо продать? Можно, можно, если ты знаешь, как, как, как это делать, да, то есть, ну, как бы, что значит еще хорошо? Вот здесь тоже же вопрос, что значит хорошо? Вот, для кого-то 100 долларов в неделю, это хорошо, а для кого-то 1000 долларов в неделю хорошо, то есть, ну, вот, как бы, какая цена, ну, как бы, цена, какая-то цена вопроса, да, скажем так, что значит хорошо? То есть, ну, если я, там, на прошлой неделе, там, что-то у меня около, ну, а сколько же у меня, сколько у меня был доход? Ну, около 200 долларов, наверное, за неделю, то есть, ну, как бы, ну, я думаю, что это хорошо, да, то есть, на, как бы, то есть, потому что, ну, я себе, я не ставлю себе таких вот, что ты пришел и сразу начал, да, как по волшебству зарабатывать, там, миллионы, нет, адекватно оцениваемся, да, что у меня еще вот этих нету навыков, этих нету, то есть, я понимаю, что я в этом развиваюсь, набираюсь опыта, ну, как бы, в неделю, там, 200-250 долларов, ну, около 300 долларов у меня, как бы, ну, я, как бы, планирую, я к этому прихожу, как бы, в неделю около 300 долларов, ну, как бы, я думаю, что это нормально, ну, вот, как бы, на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, для меня это нормально, ну, даже, очень даже хорошо, вот, поэтому здесь уже у каждого свои запросы, да, у каждого свои вот эти вот планки, да, у каждого свои ресурсы, у каждого своя точка А, здесь много факторов, да, о том, чтобы начать зарабатывать онлайн, но я работаю только онлайн, и мы буквально сегодня с мужем смеялись, что насколько мы как будто бы вот заранее, за полгода подготовились к самоизоляции, то есть у нас дома все оборудовано, даже маникюр я делаю дома, мне никуда не надо выходить, мне никуда не надо ездить, потому что у меня ребенок делает маникюр, маникюр, педикюр, вот, то есть, поэтому вот все обустроено для того, чтобы, как говорится, быть красивой, нарядной, веселой, энергичной, вот, все дома, все рядом, поэтому, ну, я даже вот и вот самоизоляцию как-то не ощутила, потому что, ну, я делаю те действия, которые мне помогают зарабатывать именно онлайн, в интернете, дома, и неважно, где я буду находиться, даже если я завтра улечу куда-то, вот, у меня все равно есть инструменты, которыми я работаю, и мое дело не встанет, вот, то есть, ну, вот в этом вся фишка, и плюс этому всего, вот, для меня, да, то есть, для меня, вот, поэтому, кому интересно, тем мне пишут, и мы общаемся дальше, да, кому интересно просто разбираться, как работает в Инстаграм, девчонки, мальчишки находятся у меня в чате, получают ценную полезную информацию, и пользуются ей, и внедряют там в то дело, которым они занимаются, вот, вот, сейчас самое важное, да, в наше время, вот, ну, такое вот, да, турбулентное, да, то есть, именно быть полезными друг для друга, без всяких каких-то ожиданий, да, то есть, потому что у всех на сегодняшний день абсолютно разная финансовая составляющая, да, допустим, развиваться хочется, что-то внедрять и пробовать хочется, ну, почему бы и да, да, то есть, я всегда говорю, зайдите, ребят, ну, просто читайте не по диагонали, даже пост читайте не по диагонали, а читайте пост от и до, да, то есть, вот я вчера говорила, сейчас еще в конце подведу итог конкурса, да, который у меня был, то есть, вот, прочитайте пост, не фоточку просто лайкните, а пост прочитайте, человек как минимум трудился, чтобы его написать, составить, а сколько знаний он до этого изучил, чтобы написать это все, то есть, ну, как бы, уважайте друг друга, если вы прочитали, то и вас прочитают, по-другому никак, понимаете, если вы просто у кого-то лайкаете посты, то вас тоже просто лайкают и не читают, если вы просто просматриваете посты и не лайкаете, то вы тоже у себя можете заметить тенденцию, что у вас вот как бы вот просмотрели, но не пролайкали, поэтому вот, ну, как бы как бы то ни было, но все равно нас дублицируют, наши подписчики, вот, так вот про что я говорю, вот у меня в шапке профиля написано, добавляйтесь ко мне вот сюда, вот и забирайте 13 бесплатных уроков по инстаграм, там это даже выделено синенькими буквами, то есть там черненьким текстом написано, а там синеньким написано, вот сюда переходи, забирай там 13 уроков бесплатно по инстаграму, вот пожалуйста, пользуйтесь, все для вас в ваше время, в наше такое вот турбулентное время есть, возьмите, воспользуйтесь, пройдите, уделите время себе, любименькое, и пройдите эти 13 уроков, вот, вот все, что я хотела сказать по сегодняшнему дню по инстаграм-аккаунту, а сейчас я подведу итоги конкурса, потому что их там особо и подводить-то нечего, даже рандом не надо включать, потому что, видимо, 500 рублей не всех зажигали, если 500 долларов разыгрывала, наверное, больше бы внимания привлекла, но было 500 рублей, и было два человека, которые соблюли все условия, поэтому я поздравляю Свету Волкушину и Софью Дроздову с тем, что они вот сделали, как говорится, это вдвоем, и я им, как говорится, общий приз 500 рублей поделю на двоих, и каждый подарю по 250 рублей на карту, вот, ну, на какую-нибудь вкусную шоколадку точно хватит, вот, поэтому итоги конкурса таковы, заходите в чат мастер-классы, смотрите, какие темы будут в этом месяце, в мае, никто никого не привязывает, неинтересно, то есть зашли, интересно, остались, неинтересно, вышли, но хотя бы вы знаете, что в какой-то момент вы всегда можете там обратиться, вот, поэтому я желаю всем хорошего дня, вечера, у кого что, подняла, обняла, и до встречи завтра, завтра будем говорить про целевую аудиторию, пока-пока, пока-пока, Продолжение следует...